Телекомпания «ИВИД» представляет. Добрый вечер. В наступающем телевизионном сезоне нашей программе «Взгляд» предстоит пережить один из наиболее, я думаю, ответственных периодов своей истории. Истории почти 15-летней. Мы собираемся радикально изменить состав участников, которые здесь присутствуют, собрать команду новых молодых людей. Искать мы их будем по всей стране, на всем пространстве нашей необъятной Родины. В несколько этапов все это вы будете видеть в нашей программе. Собственно, начинаем мы в этот четверг в городе Рязани. Если вам от 18 до 25 лет, если вы хотя бы чуть-чуть представляете себе, чего вы хотите в жизни, если телевидение для вас это не самоцель, а способ добиться чего-то более важного, если просто вы готовы рискнуть всем, чтобы получить все, то, собственно, мы ищем вас. 217-97-59, код города 095. Есть еще интернет. Сегодня мы представим вашему вниманию наше очень важное расследование, по поводу которого звонили и писали не только телезрители, но и представители разных государственных институтов. Речь идет о странных случаях потери памяти. Минздрав на прошлой неделе собрал наиболее авторитетных специалистов в этой области. Они обсуждали, собственно, в чем причины таких случаев, о которых мы рассказывали в прошлом сезоне, кто смотрел. Пока, в общем, окончательной, как мы понимаем, ясности нет, но очевидно, что речь идет об очень серьезных вещах. Сегодня полный отчет о том, как движется это расследование. Айлита Ефимова. А вы помните свою жену? Нет. Вы женаты? Да. Вы помните своих сыновей? Нет. У вас двое детей? Да. Знали ли вы в первые дни, после того, как очнулись на шоссе, что вас зовут Владимир? Нет. Продолжение следует... В феврале этого года в психиатрические больницы страны начали поступать люди со странными нарушениями памяти. На вопросы, как их зовут, сколько им лет, откуда они родом и есть ли у них семья, они отвечали «не знаю». Специалисты разводили руками. С подобными случаями никто из них никогда не сталкивался. Лечение не давало никаких результатов. Мы начали собственное расследование. Этого человека зовут Владимир Надрин. Он живет в городе Завода Уковский Тюменской области. С женой и двумя детьми. Когда мы впервые познакомились, он выглядел совсем по-другому. Сколько вам лет? Ну, где-то около 40. Точно не скажу. Но если так вот приблизительно. Не то, что приблизительно. Более точнее, где-то 62-63 год. В Калужской областной психиатрической больнице неизвестного больного назвали Владимиром. Надо же его хоть как-то называть. Ему и самому это имя не казалось чужим. Хотя в тот момент, когда он обнаружил себя сидящим на шоссе в совершенно незнакомом месте, он не помнил даже этого. Страшно болела голова. Больше суток брел до ближайшего города. Из придорожного автосервиса позвонил в милицию. А задачи на милиционеры доставили неизвестного в психиатрическую клинику. Просто проснулся и в подвале. Нахожусь в подвале. На койке валяюсь. Без верхней одежды. Просто в костюме и в ботинках. Ну и вот. Потом, значит, подошел охранник. И вроде, говорит, деньги отработаешь. И вроде вернешься домой. Этот человек обратился в киоск программы «Жди меня» на Казанском вокзале в Москве. Он сказал, знаете, у меня странная проблема. Человек подошел к нам. Сначала он выглядел достаточно обычно. И мы задали ему обычный в таких случаях вопрос. Кого вы ищете? На что он замялся сначала. Потом ответил, знаете, у меня случай совершенно необыкновенный. Но я ищу себя. Сергей очнулся под утро. Календарик на часах подсказал. Сегодня 28 февраля. Все вокруг было чужим. Серые стены, грязный пол. Довольно скоро выяснилось. Он на подпольном заводе по разливу водки. Вокруг такие же, как он, рабочие. Хмурые охранники твердят ему о каких-то долгах. Сергей не может вспомнить, кому и сколько должен. Но самое страшное. Он не может вспомнить, кто он, как его зовут, каким образом он сюда попал. Серым меня уже там назвали. На этом подпольном предприятии. Серым. Ну, Серый, Серый. Стал откликаться на Серых. Тогда он думал только об одном. Надо бежать. С двумя другими рабочими ему удалось перехитрить охранников и вырваться из плена. И только на свободе он понял, что не знает, куда идти. Четыре месяца врачи Боткинской больницы в Москве пытались вернуть ему память. Все, что он вспомнил, фамилия и номер машины. Ни у кого не вызывало то, что у него действительно амнезия. И то, что, в принципе, ему по-настоящему плохо из-за того, что он не помнит ничего. Да привыкли, что он неизвестный. Вот привыкли. Вот неизвестный все. На следующий день после эфира программы нам позвонил главврач Калужской областной психбольницы Александр Лившиц. И сказал, что у них находится больной с такими же симптомами. Опытнейший психиатр честно признал, что сталкивается с подобной формой амнезии впервые. Когда мне доктора рассказали об этом случае, я просто не поверил, что такое может быть. Потому что не может быть. Так мы познакомились с Владимиром. К этому моменту он уже 4 месяца пытался отыскать хоть какую-то связь со своим прошлым. Он уверенно расписывался, но не мог расшифровать свою подпись. Внимательно изучал карту. Очертания Тюменской области почему-то казались ему знакомыми. Есть вероятность, она не точная, но она может быть, что такие где-то еще личности бродят, которые не знают себя. Во всяком случае, это все серьезно. В том углу я сидел, вот здесь, как бы на этом месте, и голова лежала вот на этом сиденье. Здесь рядом со мной сидел кто-то, и впереди два человека были. А руки у тебя были как? Руки были связаны у меня сзади. У меня была повязка на глазах еще. Об этом человеке нам сообщили врачи 7-й психиатрической больницы Москвы. Он очнулся 20 февраля на заднем сиденье машины. Руки связаны, глаза заклеены скотчем. Он понимал, его куда-то везут, и бежать надо немедленно. На ходу вывалился из машины. Слава богу, руки и ноги остались целы. Местность казалась совершенно незнакомой. Удивленные странными вопросами прохожие пояснили. Это Калуга. Рванул к телефону, чтобы позвонить в милицию. И лишь в этот момент понял, что даже не может представиться. Когда я бежал, не думал как-то, а потом, когда забежал в подъезд, сел, мне почему-то в голову пришло, кто я вообще. Ну, стал имя, фамилия, я не мог ничего вспомнить. Решил искать себя в Москве. Что-то подсказывало, этот город для него не чужой. В отделении милиции Киевского вокзала ему предложили два варианта. Приемник-распределитель или психбольница. Я подумал, что лучше, наверное, в больницу все-таки. Врачи седьмой психиатрической клиники привезли к неизвестному больному телевизионщиков. С помощью телевидения его сразу опознали родственники. Свою мать он не узнал. Совершенно какой-то чужой человек. Ну, я вам говорю, каменный какой-то, неестественно все в нем было. Страшные, холодные глаза и весь такой вот каменелый какой-то. Я не знал, что это моя мама. Потом, когда мы уже пообщались, мне принесли фотографии. Мама и жена, когда приходили в больницу, они рассказывали, как я уже говорил, чем я занимался, где жил, откуда я родом. Александр Воронин работал в коммерческой фирме в Москве. 15 февраля он, как обычно, вышел из дома и отправился на работу. В чужой машине он обнаружил себя пять дней спустя, 20 февраля. К этому моменту Сергей два дня разливал левую водку на подпольном заводе. Владимир неделю маялся на больничной койке, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Врачи сходились во мнении, эти люди совершенно здоровы. Просто что-то мешает им вспомнить все. Все единодушны в том, что за этими состояниями и в основе тех нарушений поведения и психики, которые мы сегодня видим, довольно отчетливо стоит криминал. Криминал в широком смысле. И который требует оценки. Так что можно говорить, что вы задели только верхушку айсберга. В августе в кабинете главного психиатра страны Валерия Краснова собрались лучшие специалисты России в области психиатрии, чтобы обсудить этот странный феномен. Может быть токсический фактор. Тем более у каждого этого больного за плечами какая-то криминальная история. Я не их упрекаю. Они оказались замешаны. Действительно. И мнения Александра Ефимовича, и мнения Вячеслава Павловича идут вполне обоснованно в плане предположения токсического воздействия. Возможно, неизвестным, неясным доселе химическим агентам. В этом направлении должны быть предприняты усилия. Тем более, что ряд ситуаций носят криминальный оттенок. Как мы знаем, криминальные группировки в современном обществе все время наращивают арсенал своих воздействий на человека с преступными целями. Они имеют высокую техническую оснащенность. По-визууму, они имеют также и химическую оснащенность. Сегодня щит. И, конечно, Галина Бланка. Торопитесь, вы еще успеете выиграть призы от Галины Бланка. Торопитесь, кто взял Пепси из учительской? Ну и кто же? Так. Вы все отчислены. Это я? Это он. Это он. Это он. Это он. Это он. Смотри «Спорт, а не рекламу» с 14 сентября. Рибок – спонсор Олимпийской сборной России. Ригли, сперман, даблминт и джуси фрукт. Были, есть и остаются удивительно вкусными. Метро «Войковская Снежная Королева». Королевский выбор дубленок. Бадаевское мое любимое пиво. Только моментальная каша «Быстров» приготовлена из цельного зерна и даже по виду не отличается от привычной овсянки. Залил кипятком и готово. В каше «Быстров» сохранены полезные вещества и витамины. Можете не бояться за фигуру, перекусить быстро и сытно и попробовать много вкусов. Полноценная еда без особого труда. Быстров. Жаропонижающие. Жажду утолить. Секрет безупречного вкуса в умении разбираться в качестве и всегда делать правильный выбор. Секрет английского чая «Ахмат» – это безупречный выбор чайного листа, удивительный аромат и вкус. «Ахмат» – ваш безупречный вкус. Люди в черном. Радикальным способом выключают память случайных свидетелей пришествия инопланетян. Единственное утешение, что завтра ты об этом и не вспомнишь, обещаю. Такую девочину нелегко забыть. Есть одно средство, сынок. Вы можете мне не поверить, глядя на меня, но я родилась всего 8 лет назад на пляже в Нью-Джерси. Я вошла в этот мир уже взрослым человеком. На мне была одежда, о покупке которой я не помню. А в заднем кармане лежал один-единственный ключ, невзрачный и одинокий. Доключение врачей, полная амнезия, выпадение памяти. Героиня Джинны Дэвис в фильме «Долгий поцелуй на ночь» потеряла память из-за инъекции какого-то психотропного препарата. В польском знахаре главный герой, кстати, врач, становится жертвой глубочайшего стресса. А что говорить? Не знаю я своего имени. Как вас зовут? Не помню. Где вы живете? Не знаю. Персонажи сериалов теряют память постоянно, по самым разным причинам. Авторы фильма «Не мешайте палачу» идут еще дальше. Мы находили подходящих людей, кодировали их. Человек продолжал жить обычной жизнью, но в определенный момент к нему подходил некто, называл ключевую фразу или цифру. И человек выполнял любое приказание. Так просто? Просто нажать кнопку. «Мне страшно, Паша». В жизни все оказалось гораздо серьезнее, чем в кино. Открывали рот и заливали. У меня, конечно, там и тошнило, и все, ну... Женский голос. «На, выпей, тебе будет легче». Стакан смутной жидкости. Это последнее, что сохранило память Владимира. На руках Сергея были обнаружены следы уколов, хотя исследования показали, что наркоманом он не был. Я был знаком с некоторыми личностями криминальными, которые пользовались этим препаратом. Они следили за людьми, у которых большая сумма денег. Потом, значит, подходили к ним, когда люди сидели в ожидании своего поезда. Незаметно, значит, прыскали в лицо, так скажем. Вот. Человек вдыхал через 5-7 секунд после этого. Достаточно было ему один раз вдохнуть. И все, и он зомбировался. То есть сознание его отключалось, он становился управляемый совершенно. То есть ему говорили «Вставай, пойдем». Он вставал, шел. Мы говорили «Давай деньги, он отдавал». То есть сделал все, что ему говорили. Игорь, молодой коммерсант из Новосибирска, позвонил нам и сказал, что он в свое время сталкивался с чем-то подобным. Препарат, значит, назывался «Батуми-2000». Это психорат психотропного действия. Это был такой небольшой аэрозоль белого цвета, с красной крышечкой. А ничего не было написано, то есть без названия. Нам не удалось найти в московских милицейских архивах упоминаний о подобных случаях. Однако один из ответственных сотрудников МУРа эту версию поддержал. Есть вероятность, что кому-то в руки попало какое-то сильнодействующее психотропное средство, которое мало изучено, допустим, традиционной медициной, в том числе судебно-психиатрической медициной. Возможно, это воздействие и не химическими препаратами, а какими-то техническими средствами, в том числе каким-то магнитным полем. А может быть, вполне вероятно, что это уровень психоделики, то есть это воздействие какого-то гипноза с добавлением тех же самых химических препаратов. Ну, какую цель могут здесь преследовать, так сказать, неизвестные нам и преступники? Вполне вероятно, это насильное удержание для выполнения рабской работы в каких-то, может быть, подпольных цехах и ещё что-то. Итак, появилась первая версия – неизвестный психотропный препарат. А вот сейчас мы хотим вас вернуть вашей маме и вашей жене. Родственники неизвестных позвонили нам, увидев своих мужей и сыновей в наших программах. Сергей родник узнал. Владимир, к которому в Калужскую больницу приехала жена, тоже не мог сдержать слёз. Наташ, он? Ну, конечно, я сразу далекающего сдала. Такой был с Бородой? Нет, он с Бородой был. Только у сына были, и всё. Наташ, ну, это рада. Рада, конечно. Ну, ещё бы. Ну, сели хоть вместе. Чего? Столько не видел, да, сержант. Садитесь. Да, нет. Володь, ну, знаете жену-то? Да. Я зашёл его поздравить вечером уже. Он уже знал, что нашла семья, что его нашли. И ожидал встретить очень такого радостного человека. На самом деле он был очень удручён. Сказал мне, что он испытывает чувство тревоги и беспокойства, потому что он, с одной стороны, говорит, хочется прыгать до потолка, потому что меня нашли, и я нашёл семью. Но я не знаю, кто я такой, я не знаю, какая у меня семья, и я боюсь, что я, когда встречу свою жену, я её просто не узнаю. Так и вышло? Так и вышло, да. И нужно сказать, что он не мог вспомнить о своих детях. Просто он информирован о том, что они у него есть, а вот каковы они, я думаю, что он тоже, думаю, не сразу узнает. Ну, я сразу почувствовала, что меня не узнала. Наташа, вот вы с ним сейчас ходили, гуляли, разговаривали. Он начал что-то вспоминать? Он единственное вспомнил, что, говорит, нет, он говорит, как ребятишки. Я говорю, Антон, говорю, первый класс закончил. Он говорит, первый класс, так удивительно спросил, что это. Хотя, в первый класс-то при нём пошёл, он уже дома ещё был. Внешние признаки травмы головного мозга, черепа. Не были обнаружены. Никаких, ни внутренних, ни о том вообще ничего. Ну, вымогательства, какие-то угрозы, шантаж. Вот эта линия прослеживается или нет? Весь опыты и мировой практики, науки, описания всевозможные расстройства памяти, они говорят о том, что есть определённые закономерности. Память восстанавливается, прежде всего, начиная с ранних лет, к центру, к эпицентру события. Здесь всё наоборот. Детские годы, воспоминания о взаимоотношениях с родителями, с матерью, не восстанавливаются. Это противоречит всем закономерностям, общеизвестному закону РИБО, по которому память восстановится, начиная с прошлого, с отдалённого прошлого, к центру. В спорах наших экспертов истина упорно не рождалась, а жизнь шла вперёд. Александр уехал из Москвы к маме, в Ивановскую область. Сергей вновь устроился в автосервис в родном Ижевске. Владимир, естественно, тоже вернулся домой. Те, кто ещё недавно числились в медицинских документах как неизвестные, стали обычными людьми, такими непохожими. Мы и сами сомневались. Может и правда нас преследует такая вот журналистская паранойя. Может и правда мы пытаемся искать систему там, где её нет. Но тут нам снова позвонили. Врачи 7-й психиатрической больницы были не на шутку встревожены. Поступил ещё один больной. Симптомы те же. Мне доктор дал помощника на кухню мыть посуду. И я его привела туда, к себе, и говорю. Ну, сынок, как мы с тобой вновь общаться? Как мне тебя называть? А он говорит, не знаю. Так плечами сдвинул. Ну и говорю ему, давайте Саши назову. А он говорит, давайте. Шурик нашёл себя 18 февраля. Бредущим по железнодорожному полотну в районе станции Ртищева Саратовской области. Снова февраль. Снова адская головная боль. И те же вопросы. Кто он? Куда идёт и откуда? Он задавал их всем милиционерам, которые добросовестно задерживали его в электричках на пути в Москву. Милиция непонятного безбилетника великодушно отпускала на все четыре стороны. Тоже мне такие ощущения-то есть, чтобы знать, кто я, чтобы хоть что-то про себя знать. Ты пытаешься искать какие-то ассоциации хоть с чем-то? Не знаю, с географией какой-то? Я только этим занимаюсь. Ну, такое состояние могло быть после какой-то тяжёлой травмы, но, в общем-то, показания на эту травму, на то, что была ретроградная, то есть амнезия на прошлое, по его физическому состоянию, это не указывает. Ну, что ещё? Какое-то, так сказать, заболевание сосудистой системы, для этого он слишком молод, чтобы можно было, так сказать, говорить об этом, так сказать, состоянии. Так что, скорее всего, может быть, это какое-то вот употребление каких-то неизвестных нам доселе, может быть, веществ, которые могут давать такое состояние. Психиатры с многолетней практикой растерянно разводили руками. Но мы нашли организацию, в которой рискнули помочь Шурику найти себя. Врач лаборатории психоэкологии Александр Москвин просил не показывать его лица. Этот метод называется психосоматический анализ. Александр, сейчас будут появляться вопросы, будут появляться цифры на экране и ряд слов. При появлении цифры нужно будет обязательно нажимать на кнопку. Постарайтесь максимально расслабиться. И не пытаться что-то специально вспомнить. Вы служили в армии. Возможно, после срочной службы по контракту. Проходили спецподготовку, включающую обучение в вождении на всех видах транспорта, стрельбу из различных видов оружия. Вы служили в полку, ориентировавшись на особое назначение, который был переброшен в Моздок. Ваш автомобиль был ГАЗ-66 с Кунгом или Урал? Урал. Это был крытый брезент, амурал, или Кунг? Кунг. У всех наших героев при потере памяти сохранялись профессиональные навыки. Значит, если данные доктора Москвина верны, Шурик может водить машину и стрелять. У меня сейчас проехал, и такое ощущение на БТРе. А, что же мне? Нравится? Не очень. Почему? По воробьям стрелять. калашник ну что вы чувствуешь у нас есть основание предполагать что александр прошел спецподготовку не служил одной из в одном из пол из частей особого назначения и он прошел один из тренингов по психологической обработки военнослужащих личного состава которые ориентированы на действия в условиях скажем так попадание противнику либо каким-то экстремальным условиям другим этот тренинг включает ряд установок насколько нам известно установку на полную скажем так уход из прошлой жизни требование забыть прошлое включая имя и фамилию а в случае каких-то чрезвычайных ситуаций рассказ о ком-то и своих друзей именно тогда впервые прозвучало новое ключевое слово чечня его вновь повторил в беседе с нами и оперативный сотрудник фсб по мнению моих коллег это вопрос чрезвычайной государственной важности данная ситуация представляется очень серьезная и очень тревожная проводится либо испытание либо целевое использование каких-то препаратов которые использовались рядом спецслужб на протяжении многих лет для расслабления воли человека при допросах когда нужно человека побудить каким-то действием то есть сделать из человек в определенной степени своего рода зомби в определенных кругах известно что такие командиры полевые командиры как басаев хаттаб и в определенной степени гилаев интересовались разработками в этом направлении если это так то можно себе представить какую опасность это может представлять для общества середина июня снова звонок из седьмой больницы мы уже почти не удивляемся из документов находившихся при нем мы нашли что вот он пушкин юрий николаевич документах была названа найдена записка с адресом о котором он также ничего сообщить не мог но посланы по на нами по этому адресу извещение дало свои результаты пришла женщина которая сказала что она его тетя буквально никого вообще никого не узнал абсолютно спросили не помню не знаю расспрашивала то же самое где был все это время четыре года не знали они юрий служил в армии по контракту на кавказе последнее письмо родственники получили в девяносто шестом году он писал что его часть направляют грозный с тех пор никто о нем ничего не слышал в москву он приехал на электричках из краснодара как очутился в краснодаре не помнит спросила снятся ли ему сны когда в тот раз спрашивала у юры он говорит да снятся что надеялась что может мама снится может мало ли что там он говорит снятся взрывы стоны крики кровь вот я разговаривал с нашими коллегами и на базе нашего центра все-таки проводятся серьезные достаточно экспертизы и по военному отделению были такие случаи что военный майор полковник внезапно приходит себя где-то на кавказе и пасет атару не понимая что с ним происходило до этого он не помнит что с ним было 21 апреля за неделю вы не выполните условия этих людей мы наверное больше не увидимся тема продажи людей в рабство изучена нами достаточно основательно ей был посвящен специальный проект нашей телекомпании однако среди известных нам кавказских пленников людей с потерей памяти не встречалось более того чеченский авторитет и с которыми удалось поговорить категорически утверждали такой способ превращения людей в рабов им неизвестен только у орбит сладкая мята такой вкус свежий мятный и в меру сладкий а вы обменяете моя любимая желчка никогда орбит сладкая мята самая вкусная защита от кариеса привет любишь классные видео игры грей с мериндой возьми с собой одну этикетку от меринга лимон и одну от меринда оранж центр поведения конкурса меринда если повезет ты сможешь выиграть шар сюрприз или видео приставку вот это классно или супер мега приз домашний кинотеатр меринда попробуй и выиграй к каждая женщина в каждом сезоне великолепно в колготках францони когда на тебя смотрит весь мир нужно быть на высоте о перхоти не может быть и речи новый шампунь от перхоти альцеф для мужчин от лореаль париж его эффективность доказана уже после пяти применений это быстро это эффективно и это надолго чистый результат в 90 процентах случаев здоровые блестящие волосы все под контролем новый шампунь от перхоти альцеф для мужчин от лореаль париж лореаль париж ведь я этого достоин на пути к успеху неизбежны пробы и ошибки мы любим пробовать разные дезодоранты чтобы найти лучший я пользовалась шариковыми дезодорантами и не всегда была уверена в их эффективности теперь я нашла свой секрет великолепной защиты новый дезодорант антиперспирант секрет в отличие от шариковых дезодорантов секрет не оставляет ощущение влажности на коже сразу с момента применения твердый дезодорант антиперспирант секрет обеспечивает великолепную защиту от пота и неприятного запаха я тоже пробовал разные дезодоранты но для меня лучший секрет нет верный секрет женских побед метро войковская снежная королева королевский выбор кожаных куртов садитесь кто взял пепси из учительской ну и кто же так вы все отчислены это я это он это он это он это он это он здравствуйте здрава здрава городскую службу электросети люди которых он искренне не узнал были ему рады нужно узнать глазами головой можно узнать сердцем или душой как то как то там говорится ну головой я понимаю что это что это мои дети ну не более того я говорю владимир ведь вот такой вариант в жизни у тебя сейчас и в семье вот начать все с чистого листа и он мне знаете что ответил он говорит нет в жизни все должно быть и хорошее и плохое и память должна это сохранять действительно наверное в жизни без памяти жить сложно имя свое не помню девчата мне здесь имя дали Оля начало июля звонок из Кемеровской области уже пять месяцев не можем опознать больную очнулась как ну как сказать после глубокого сна что ли сначала в голове шум был темно в глазах было а потом ну смотрю на ну как прояснилось все народ я не знала где я нахожусь Ольга очнулась вечером 21 февраля на автовокзале она была довольно хорошо одета дубленка меховая шапка подходила милиция спрашивала кто она Ольга ответить не могла а вызвали скорую отвезли в психиатрическую лечебницу бывает что вот перед глазами ну ну как сказать во сне две девочки одной около 20 другой около 15 постоянно меня кошмар преследовал что я убегаю от кого-то по лестнице будто бы вниз бегу и падаю и потом с какой-то машины выпрыгиваю после того как мы показали Ольгу в нашей программе нам позвонили из города Мичуринска Тамбовской области кажется отозвались родственники вот фотографии женщины что она вам может сказать по этому поводу ну да сестра это ваша сестра да вы знаете мать в этой фотографии да ее на самом деле зовут надежда надежда иванова под Мичуринском живут ее младшая дочь и сестра около года назад надежда уехала в кемеровскую область к старшей дочери мы отправились в город тапки кемеровской области откуда в конце прошлого года исчезла надежда здравствуй не узнаешь ты вообще кого-нибудь помнишь у тебя еще есть младшая дочь нет девушка даже вас вот нет я верю что дочь но не знаю как сказать ничего я не могу пусто их уже шестеро или больше мы обзвонили наугад 10 крупных регионов страны врачи самых разных больниц в один голос говорили что ничего подобного не видели и все же 12 человек нас там находилось двое вот еще тоже тоже у них они тоже ничего не помнили тоже откуда они никто по всей видимости производится такого рода чудовищные эксперименты отлаживается методика и то что обнаружились сразу несколько больных со схожей симптоматикой показывает что методика наверное уже отлажена иначе бы мы этот отбракованный материал никогда не увидели отбракованный материал это что вы имеете ввиду это те несчастные которых вам удалось обнаружить это для зловещих экспериментаторов является как бы отбраковкой и если бы они сомневались в эффективности своей методики и предполагали бы что можно через этих людей узнать какие-то явочные признаки определить группу злоумышленников они бы эту отбраковку не оставили в живых это владимир оказался самым решительным он отправился в москву в столице с ним работали специалисты различных направлений психиатрии он даже прошел проверку на детекторы лжи вы симулируете потерю памяти нет вы хотите вспомнить свое прошлое это сеанс реконструкции памяти глубокий гипноз процедуру проводит доктор клиники восстановительной медицины андрей стрельченко кстати в прошлом психиатр из мвд уважайте вас кто-то уважает да он действительно искренне пытался вспомнить те эпизоды над которыми мы работали то есть он напрягался заставлял себя работать он не сопротивлялся ну в гипнотическом трансе трудно себя заставить а если ничего не выйдет есть такие мысли а вдруг ничего не выйдет ничего не выйдет придется с этим жить вы сможете с этим жить смогу не смогу но жить надо на днях мы узнали в пензенской области нашли еще одного неизвестного симптомы прежние вчера он приехал в москву наши эксперты постараются помочь ему вспомнить все Сергей Чирисов 22 года работал маляром в автосервисе в городе Сараполе под Ижевском 18 февраля ушел из дома сказав матери что отправляется на свадьбу очнулся 28 февраля на подпольном водочном заводе предположительно в Смоленске Владимир Надрин 38 лет электромонтер из города завода Уковска Тюменской области утром 7 февраля ушел на работу как потом выяснилось зачем-то купил билет до Москвы и сел в поезд 13 февраля нашел себя сидящим на шоссе где-то на севере Калужской области Александр Воронин 28 лет работал менеджером в одной из московских фирм пропал 15 февраля нашел себя 20 февраля на заднем сидении машины со связанными руками на окраине Калуги чудом удалось сбежать Юрий Пушкин 26 лет служил в армии по контракту последнее письмо прислал родным из Владикавказа в феврале 96-го писал что его часть направляют в Чечню найден 27 мая в Москве на вокзале Павел Ермаков 26 лет водитель 12 февраля ушел из дома в деревне Ромашки Волгоградской области обнаружил себя на железнодорожной станции Ртищево 18 февраля Надежда Иванова 48 лет без работы последний раз родственники видели ее в январе этого года очнулась 21 февраля на автовокзале города Ленинско-Кузнецкого в Кемеровской области Может быть покажется странным но именно благодаря вашим звонкам мы знаем об этих людях так много Единственное что мы не знаем вообще ничего не знаем о том периоде между тем как они исчезли и тем как их нашли ни одного звонка ни одного свидетеля впрочем может что-то сдвинется сегодня наш телефон 217-9759 все только начинается Телекомпания вид по заказу ОРТ abstинение Геория ПОТОЛاع ПОТОЛ牧 ТЕП Д КОНЕЦАЛЬront